Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы играем с вами сегодня в 60 секунд Redomized. Первая часть игры, или какая-то основная часть игры, ничем не отличается от этой части игры, но здесь как бы что-то там больше, что ли, событий каких-то или что-то еще. Я играл в эту игру на ютубе. Ну как на ютубе, я даже не играл в нее, я по сути даже не смотрел. Я знаю, что здесь нужно выживать. Здесь нужно правильно распределять припасы, правильно как-то, не знаю, организовать вот эту вот всю деятельность убежища. И в принципе в самом начале нужно просто набрать припасы. Я, короче, один раз уже попробовал в нее поиграть и умер. Все, вот мне это не понравилось. Так, апокалипсис я выбираю, потому что я хочу играть в, как сказать... Я хочу играть в полную игру. Естественно, за малыша. У меня 20 секунд на разведку, я так понимаю, 20 секунд на разведку это бегать по дому и смотреть, что я могу взять. Потом я 60 секунд это все собираю и несу в убежище. А потом сам должен успеть скрыться в этом убежище, потому что если я не скроюсь, то меня прибьет и все. Что именно произошло в прошлый раз? Ой, елки-палки, елки-палки, елки-палки. Ну пойдем, попробуем, попробуем, попробуем набрать побольше еды, побольше воды. И противогаз. Так, девочка. Так, много супа здесь. Это в последнюю очередь суп. Вот оно. Радива. Ребенок-противогаз. Не ломай. Так, давай возьму. Вот это вот сразу прям беру. Все. Хорошо. Да, во, во, развлекаться будем. Все, в убежище. Во, убежище здесь. А убежище с двух сторон, что ли? Ружье. Капец. Ну все, ружье. Нет места. Это что такое? Так, это было не то, что мне нужно было, но ладно. Выкинь, выкинь, выкинь. Пойдем. Топор. Бери, 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 бери. Все, все, бери. И нет времени уже. Блядь, ва... Блядь, 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 блядь. Не успеваю. А как мне туда попасть-то? А, мне нужно просто стоять на месте. Я понял. Блин. Я, короче, взял не всех. А взял противогаз, ружье и топор. Это, мне кажется, как-то хоть немножечко мне поможет в моем вот этом вот... Выживании. Наверняка как-то тут можно, типа, выходить, что ли. Ну, как, отправлять на разведку. Так, мы сидим, грустим. Понял. Вот здесь вот одного не хватает. Это дочка с контрабасом, которая стояла. Супа совсем мало. О, электричество маловато. Так, ну что, смотрим дневник. День первый. Почти всем удалось добраться до убежища. Почти. Здесь пока что нечего делать. Так что скоро мы начнем придумывать рецепты блюд из консервов. Мы смутно припоминаем, что когда-то переносили... Переносили какие-то вещи в убежище. Потому что в доме для них не хватало места. Оказывается, безалаберность может быть полезной. Плюс одна карта, фонарь и карты. Игральные. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них. Мы будем спать на них. Мы даже будем... Разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды. Это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Это самое переполненное припасами убежище, которое мы только видели. Правда, это единственное из тех, что мы видели. Но мы уверены, что здесь достаточно большое количество запасов. Время раздавать запасы. Так, ну в принципе у нас голодных-то, наверное, и нет. Поэтому ничего страшного с ними нет. Давай пропустим это все. Мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом. По какой-то причине у нас никогда это не получалось. Один раз нам даже пообещали дать за него... А, пообещали дать его. Но, как выяснилось, тортик был ложью. Мы, конечно, расстроились. Но мы точно закажем огромный вкусный тортик, когда исчезнут радиоактивные облака. То бишь, никогда. Так, ну и что? День прошел, получается, да? О, радиация какая-то. Звуки радиации я слышал. А, это, наверное, просто звук, типа, что он есть и есть, да? Может быть, переезд не такая уж плохая идея. Может, мы познакомимся с новыми людьми. Заведем новых друзей. Конечно, при условии, что кто-то еще жив. Это в порядке. Пока что... А, пока что день у Долорес проходит нормально. Тимми выглядит нормально. Насколько нормальным он может выглядеть в данной ситуации? У всех все хорошо. Время раздавать припасы. Здесь ничего пока нет. Так как у нас девки вот этой нет, в этом нет ничего страшного. Мне кажется, даже меньше ртов, меньше, как он называет, меньше хлопот. В этой ситуации, знаешь, у нас есть один Тимми, один Тед и одна Долорес. Как бы, Теда нам убивать нельзя, потому что Тед это главный герой, за которым мы с тобой играем. Соответственно, его подвергать опасности нужно в последнюю очередь. Тимми можно сразу отправить куда-нибудь, чтобы, ну, блядь, он там сидит просто так, вон, стенку смотрит на фонарь, разглядывает. Тимми находится в добром здравии, он полон оптимизма. Может быть, он пусть на стенах порисует что-нибудь. Долорес может отправиться в экспедицию. А Тед может отправиться на поиск неизвестно. Блядь, вот, наверное, неизвестно вообще, конечно, не особо круто. Я даже жаловал там. Смотри, что делать? Что это за звук? Лошадиных копыт? Мы побежали к двери и увидели двоих мужчин, одетых, как средневековые рыцари. Оказалось, что звук копыт издавал один из мужчин, ударяя одним камнем о другой. А другой в это время подпрыгивал, как будто был на коне. Они сказали, что ищут старинный кубок. И что они потеряли... Чего? И что они потерялись. И будут нам весьма благодарны, если мы позволим им посмотреть на нашу карту. Если она, конечно, у нас есть. Вообще не, карта нам самим нужна, знаешь ли. В следующий день не буду никого пока отправлять в экспедиции. Ну, типа, зачем подвергать опасности лишний раз? Бессмысленно. Просто, ну, типа... А что за звук-то? Мы попытались им вежливо отказать, но наши гости обиделись. Они ускакали размахивать деревянными мечами и выкрикивают что-то о срезании кустарников. Сумасшедшие. Без воды Тед умрет. Толорес, необходимо надо пить. Тимми, многого не надо. Но вот вода ему не помешает. А можно пополб бутылочки разлить? Можно. Э... Так... Если бы только мы могли покинуть это место, сидеть здесь и ничего не делать, просто сводить с ума. Короче, сейчас у нас... А как расписание экспедиции на завтра сделать? Годи. Да, стоит собираться в завтрашнюю экспедицию. Мы раздали еду с тобой, да? Экспедицию нажал и... Все, вперед. Он мне даст выбрать, кого отправить в экспедицию и с чем отправить в экспедицию? Нет, смотри-ка. Не дает. Мы что... А мы что, сами должны все делать? Или кто-нибудь все-таки нас спасет? Тед больше не хочет пить. Толорес больше не испытывает жажду. Тимми больше не хочет пить. Короче, смотри. Едем дальше. Время раздавать запасы. Нам ничего не надо. Мы довольно оптимистично настроены в отношении сегодняшней экспедиции. Осталось только выбрать подходящего человека. Пойдет Тимми, соответственно, потому что... А почему нельзя еще что-то взять? Короче, пойдет Тимми с картой. Или с топором? Нет, с топором нахрен ему не надо топор. Или противогаз отдать ему. С... С картой. Пускай идет с картой. Не знаю, зачем ему карта нужна, но типа, наверное, чтобы не заблудиться. Я как-то даже не предполагаю. Тимми все, ушел. Потеряли Тима. Эээ... Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Снаряжение. Карта. Тест в порядке. Пока что Долорес день проходит нормально. Ну и хорошо. Так, это мы не будем ничего раздавать. Что такое? Выполняется экспедиция. У нас в целом множество дальних родственников. Но никто нам не был так дорог, как тетя Ада. Она живет в деревне, потому... Поэтому очень даже возможно, что она до сих пор настраивает свою машину для подсчета коров. И не думает о том, что ядерная бомба могла упасть на ее курятник. Жаль, что у нас нет ее фотографии. Или все-таки есть. Не так давно, после того, как мы разлили большую чашку кофе, мы... А, выложили несколько фотографий просушиваться в книге. А у меня книги-то нет. Вот тебе раз. Вот этот звук радиации... Щетчика Гейгера, короче. О! Это что такое? Кто-то нарисовал на стене. Звук щетчика Гейгера, он мне прям, не знаю, он как-то меня тревожит. Потому что я думаю, что у меня что-то делаю не так. Ну вот, нет фотографий, нет новостей. Нет хороших мыслей. Мир так жесток. Тед долго не протянет без воды. Долорус долго не протянет без воды. Блин, может потерпеть немножко и потом их напоить? На следующий денек-то. Сегодня на дверь постучал группа врачей. И спросил, есть у нас чем заполнить их полупустые аптечки? Мы ни на секунду не усомнились в правдивости их слов. У них даже есть белые халаты и все такое. Поможем? Нет, мы им не поможем. У нас свое убежище, у них свое. Пускай идут в свое убежище и ищут там воду. Мы даже себе-то воду не наливаем. Тут что говорить-то? Не умрут, надеюсь, они от жажды-то, от того, что я один раз им не налил. Нет, не умрут, смотри, как живо. Что это за мошенники? Это не настоящие врачи. Мы не собираемся ничем делиться с этими плутами. На вид, Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Тед голоден. Долорес нужно дольше не протянет без воды. Вот, теперь можно водички налить. Кормить не буду. Мы уже собирались пойти спать, но кто-то постучал в дверь. Кого принесло в такой поздний час? Кто может бы раздеть... Бродить по этой части пустоши? Неужели они пережили ядерный взрыв? Стоит ли открывать? А вдруг там Тимми? Или Тимми просто сам вернется, блядь? У меня есть топор, если чё. Ну, живы. Ух, ёп твою мать, смотри, сболела. Открыть люк оказалась не очень хорошей идеей. Кажется, мы подхватили какую-то ужасную болезнь. Это кашель просто сводит с ума. Тед голоден. Тед утолил жажду. Долорес больше не испытывает жажду. Долорес не ел некоторое время. Подцепил какую-то болезнь. Блядь. Вот те раз. А у меня и нет ничего. Мне даже вылечить нечем. Мы решили на секундочку выглянуть наружу и проверить, стоит ли ещё магазин за углом. Мы уже собирались выходить. Как вдруг услышали в темноте рычание и заметили пару серебрых глаз. У нас было сегодня мгновение, чтобы решить, что делать. Ружьё, конечно. Ружьё, конечно. Патроны-то у меня есть, чтобы стрелять из этого ружья? А то же я купил, взял, точнее, ружьё. Смотри, Долорес до сих пор полудохлая. Суп. Суп стоит. А вот уже и коробочки нет, ты гляди. Ладно, быстро... Быстрого выстрела из ружья было достаточно, чтобы спугнуть. А может и убить существо, которое поджидало нас в темноте. Мы больше никогда его не увидели. Долорес всё ещё больна. Долорес больше не голодна. Тед больше не голоден. Ну и хорошо. Очень обидно, что у меня нет аптечки. Я бы вылечил Долорес, но, к сожалению, у меня такой возможности сейчас не имеется. Пока у нас есть запас еды и воды, мы, конечно, можем сидеть в запертии, но рано или поздно придётся отсюда выйти. В таком случае, хорошо бы сразу направиться в какое-нибудь безопасное место, а не искать приключения на свою голову. У нас одна надежда на наших отважных солдат, которые придут и заберут нас в надёжно спрятанное, обеспеченное всем необходимым государственное убежище. У Тимми были комиксы об этом. Так что мы свято верим, что это правда. Всё, что нам нужно сделать, это связаться с военными. Есть рация. Давай связаться с военными, чё же делать. Сейчас мы расскажем всем, где мы находимся, и к нам придут и убьют нас. Эх, эй, вот это да, вот это чести. Сигнал СОС посылаю. Мы так и знали, наше правительство не зналось, и они спасут нас. По радио не называли точных сроков, но мы точно знаем, что ждать придётся недолго. Они сообщили, что свяжутся с нами через несколько дней и приказали ожидать указаний. Что-то здоровье Долорес подкачивает. На свете есть только одна вещь, которой нужна Долорес. Вода. Долорес не ел некоторое время. Ты это долго не протянешь без воды. Эээ, ладно. Немножечко голодны, ничего страшного. Вода нужна Долорес. Долорес, напою сейчас. Когда болеешь, нужно пить. Это факт. Давай, поиграйте в шашки, наверное, да? Мы как раз доедали свой ужин, если это можно назвать. Как услышали стук в дверь. Не, мы шашки не будем продавать. Нам играть будет. Там внизу что-то было написано. Там внизу какая-то хреновинка с восхищательным знаком была, да? Во. А, это квест, типа, от военных надо дождаться. Было видно, что незнакомец расстроился. Но это уже не наши проблемы. Когда наступает конец света, пора смириться с тем, что жизнь жестока. Тед голоден. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Долорес должна что-нибудь съесть. Мы не можем съесть, сложа руки и смотри, как Долорес болеет. Долорес больше не испытывает жажду. Короче, нужно Долорес покормить. И Теда напоить. Короче. Жди, чё там у Долорес. Съесть. Много еды тратится, конечно. У нас проблемы. К нашему убежищу движется группа людей. Они не выглядят, как миленькие путешественники. Случайно проходящие мимо нас. А скорее, как люди, жаждущие нашей крови. Или наших консервов. Точно консервов. Наступили ужасные времена для человечества, когда консервированный суп превращает людей в монстров. В любом случае, нам нужно защитить себя. Это яд, да, что ли? У меня есть ружьё. У меня есть ружьё. И я с ружья сейчас этих людишек-то постреляю, чтобы они ко мне больше не приходили. Чтобы знали, что я здесь такой живу страшный. Ёпта мать, больной пришёл с моряка. Весь сопляк в слезах. Пары выстрелов было достаточно, чтобы обратить этих трусов в бегство. Но нам не даёт покоя. Один вопрос, что будет, когда у нас не будет патронов. Или наше ружьё сломается. Мы надеемся, что такого не случится. Иначе нам придётся защищаться при помощи ножей и вилок. Да, уж мысли материальные. У нас сломалось ружьё, и что теперь? Мы так боялись за Тимми. Но всё же он вернулся с пустоши, и теперь он в безопасности. Однако он вернулся, типа, но он же ничего не принёс. Мы с удивлением обнаружили, что станция метро отнюдь не пустынна. Там живут люди, и они используют патроны в качестве денег. Они были вооружены и не совсем дружественны. Но с другой стороны, это и не бандиты. Они разрешили нам пройтись и посмотреть вокруг, если мы ничего не будем трогать. Это были бы не мы, если бы упустили возможность пополнить свои запасы воды. Поэтому, когда мы нашли туалеты, то сразу же поспешили наполнить как можно больше бутылок мутной, облучённой жидкостью объедения. Не говори. Плюс две бутылки воды. Недалеко от касса мы увидели подсупку. С надеждой найти кусок мыла и, наконец, подмыться. Подмыться. Помыться. А мы нашли внутрь, но всё, что смогли найти, это спрят насекомых. Последняя экспедиция заставила нас задуматься, что если нам придётся взять и уехать подальше от всего этого кошмара. Конечно, большая часть автомобиля и сгорела дотла. Но если мы найдём хороший прочный корпус и все нужные детали, то, может быть, сумеем выбраться... А, собрать собственную. А в следующий раз надо быть повнимательнее во время экспедиции. Горло аж пересохло и заболело. Мы не можем сидеть, сложа руки, и смотреть, как Далорс болеет. Все сыты. Не хочет пить. Тимми голоден, устал и заболел. Блять, зачем такой... Ходил, 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 ходил. Заболел. Промок весь. На, поешь, попей. Наш город всё ещё сильно загрязнён радиацией. Путешествия сейчас очень опасны для здоровья. Короче. Отправлю экспедицию Теда. С противогазом на голове. Идея. Просто вообще. Мы не думали, что нам позвонят так скоро после атомного взрыва. И вот мы чётко слышали звук звонящего телефона снаружи. Это, наверное, из телефонной будки... Из телефонной будки. По другой стороне улицы. Может, мы должны поднять трубку? Может, Далореса отправить нахер? Пусть разговаривает там по телефону. Пусть идёт. Это самое лучшее решение. Потому что она, типа, и так больная уже. Хули ей будет. Ну, я не знаю. И... Она и так вот зелёная уже. Она... Она это... Хамелеон. Она под рубашку под свою подкрасилась. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох с облегчением на другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка, Уиллс Уэлли. Мы только начали сговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Мы ничего не можем... Мы не можем следить, сложив руки и смотреть, как Далорес болеет. Воды пока не надо. Тимми должен что-нибудь съесть. Тимми всё ещё болеет. Должен немного отдохнуть. Ладно. Давайте им покормим. И отправим Теда. С противогазом, соответственно. Некоторые горят большим желанием выйти на поверхность. В любом случае... Пойдём. Пусть Кай-Тед походит, погуляет. Уже, смотри, две недели прожили. Ну, уже начало положено, так скажем. Ружьё вообще во все стороны разорвалось. Кошмар. Как так можно было его сломать? Да. Ну и чё? Чё делаем? Тед отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время. Что-то здоровье Далорес подкачивает. Дольше не протянем без воды. Напоить Далорес нужно. Тимми пусть пока без еды поживёт. А вот Далорес напоить нужно. Мы как раз собирались поделиться впечатлениями о единственной книге, которую мы все прочитали. Телефонной. Как наш разговор прервал стук в дверь. Как оказалось, это была группа выживших, которые, как мы и мы, уцелели после взрыва. Им жилось куда хуже, чем нам. И они умоляли поделиться с ними водой, едой и медикаментами. Да у меня у самого ничего нет. Да, понял, 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 понял. Мы им ничего не даём. Мне горло заболело. Я вот всё, разговаривать нормально не могу. Сейчас мы ещё 10 минут поиграем и всё. Ты смотри. Кошмар, ты... У нас Тимми весь побледнел. Мы очень мало знаем о том, что происходит на поверхности. Хорошо бы услышать хоть что-нибудь. Например, узнать, что кому-то удалось спастись. Радиоприемник был бы как нельзя кстати. Хорошо, давай пообщаемся по радиоприемнику. Тимми, Долорес, все заболели. Больные зелёные их сидят. Нам удалось поймать сигнал и послушать экстренное сообщение правительности. Выгадайте, что мы услышали. Большинство радиоактивных осадков уже развеялось. Теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее. Долорес не ел некоторое время. Долорес всё ещё больна. Тимми выглядит бледным. Это плохо. Тимми больше не голоден. Попить нужно Тимми. Дать, чтобы он не сдох. А то будет грустно. Грызунамутанты нападают на наши запасы. Мы не знаем точно, кто это. Крыс, изломные кролики. Или просто мутированные хомячки. Да у нас нет патронов. У нас есть с тобой топор только. Давай топором зарубим этих крыс. Это что за пустая бутылка? Непонятная. Ура, наши запасы спасены. Не повезло нашему пушистому мутанту. Думаю, мы всё ещё верхушка пищевой цепи. Долорес должна что-нибудь съесть. Мы не можем сидеть, сложа руки, смотреть, когда она болеет. Долорес нужно напоить. Напоить Долорес, накормить Тимми. Хорошо. В нашем маленьком убежище сразу чувствуется любой новый запах. Его сложно не заметить. И когда из нашей стены выпал один кирпич. Давай посмотрим, откуда там кто там. Кого замуровали что ли? Будь здорова. Или будь здоров. Кто это чихнул? Так. Мы посмотрели в дыру в опасении, что она нас может напасть с когтями, клыками и другими мутированными острыми частями тела. Но мы увидели только дохлую крысу, которая пыталась открыть банку супа. Жалкое зрелище. Мы подумали, что у нас больше шансов, чем у крысы. И забрали банку себе. Крысу мы похоронили в пустой консервной банке. Она это заслужила. Кхм. Короче. Все у всех хорошо пока. Увы, в таком маленьком убежище много не поделаешь. Поэтому мы подумали, а почему бы нам немного не поиграть? Ведь игры это не только для детей. Ну да, вообще как бы вы играете. Сегодня мы решили поиграть в игру Я Шпион. Первые три минуты было весело, но потом всем попросту надоело перечитать предмет на букву Щ. Что-то здоровье Долорес подкачивает. Какие-то звуки странные. Надо покормить Долорес. Покормить Долорес, напоить Тимми. Вроде опять вещали военные. Они сказали, что будут ввести поиски в наших окрестностях. И попросили оцелевших оставить условные знаки. Нам нужно оставить несколько карт на ближайшей автобусной остановке. Которые будут обозначать количество людей в нашем убежище. Давай попробуем. Ну а почему нет? Типа, ну, мне же не жалко. О! Тед вернулся. Ля, какой красавец, а! Он явно пободрее всех этих выглядит. Тед принес, смотри, еды сколько. Порвал противогаз. Сука. Замок зато есть. Мы оставили карты в нужном месте. Теперь мы можем только ждать, когда военные определяют наше местонахождение. Надеемся, ждать осталось недолго. Тед вернулся из своего путешествия на поверхность целости и сохранности. Когда мы склоняемся среди руин, нас часто тянет в места, которые мы хорошо знали и любили. Несмотря на то, что мы специально не искали. Короче, он нашел три банки супа и две воды. Замок минус противогаз. Ничего не нашли. Может быть, в следующей экспедиции повезет больше. Ничего не нашли. Угу. Теда надо покормить. Долорес нужно напоить. Мы не уверены в том, что какая ситуация сейчас на поверхности и идти на экспедицию рискованно. Можем добыть немного припасов. Нет. Не надо. Так, радио. Помехи. Поймать волну. Что там по заданию? Военные и... Мирно настроены обитатели пустоши. Ладно. Все, горло вообще отказывает. Горло мне говорит, хватит. Разговаривать. Вот, блин. Вдруги радио что-то замкнуло, и оно загорелось. Нам удалось потушить пламя. По радио больше... Ну, а, ну радио больше не работает. Тед голоден. Все еще восстановил силы. Без воды Тед умрет. Напоить, накормить нужно. Накормить, напоить Теда. Накормить. Долорес. Накормить, напоить. Накормить. Ну и, собственно, все. Сегодня мы встретили, наверное, самого необычного человека в мире. Он выглядел, как обычный человек, только с вторым... Трое большим количеством рук. Очень сложно добывать запасы из-за своего внешнего вида, так как люди сразу начинают от них стрелять. Он сделал предложение. Если мы пойдем с вами в вариантов, они могут помочь нам в следующей экспедиции, обеспечить безопасное возвращение в убежище. Давай воды ему дадим. Открываю. Стал нашим другом, как только мы согласились на его условия. Нам почти ничего не стоит, и мы будем спать спокойно, зная, что со следующей экспедиции мы вернемся в целость сохранности. Вот и отлично. А на этом мы с тобой заканчиваем, потому что я уже вот прям все вот... У меня прям вот тут вот все болит. С непривычки разговорился. Спасибо всем за просмотр. Ставьте комментарии. Обязательно пиши лайк. И увидимся, наверное, очень скоро, потому что... Ну, вот потому что. И всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok